И снова здравствуйте, наши дорогие друзья, маленькие и взрослые! Сегодня мы хотим поделиться с вами гончарным мастерством. В наших руках вы видите вот такую интересную глину. Это специальная глина для детей, которая очень проста в лепке, и из нее мы сегодня будем лепить глиняный сосуд. Сифорочка, давай поделимся с детками, что бы ты хотела слепить из глины? Цветочек. А еще что? Домик. Домик, цветочек. А вы знаете, детки, что глина и горшечник – это библейский образ, с которым мы вас сегодня познакомим. На нашем с вами рисунке изображены руки горшечника и сосуд, который делается из глины. Глина – это такой материал, который использовали в древности, из которой изготавливали сосуды для различного применения. Их использовали для разных целей. В них носили дровеценные масла, крупы и много-многое другое. Одни горшки использовались в низком применении, а другие использовались в почетном. Давайте прочитаем текст Писания, который написан в Исаии, 45 глава, 9 стих, и узнаем, что Библия говорит нам о горшечнике и глине. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И дело твое, скажет ли о тебе, у него нет рук? Итак, дорогие друзья, сифорочка, давайте подумаем, что Господь хочет нам сказать через Слово Божье. Детки, мы с вами творение Божие, как глина в руках горшечника, нашего Бога и Творца. Именно Господь сотворил нас, именно Господь может слепить из нас все, что Он желает. Господь сделает из вас сосуд, угодный для Него. Каждый будет применим так, как Господу угодно. Некоторые сосуды для низкого использования, некоторые сосуды для почетного. Однако, сифорочка, может творение сказать Творцу, что ты из меня делаешь? Как ты думаешь? Не может, потому что творение сотворено руками Господа. Не будет правильно, если горшок будет говорить горшечнику, что ты из меня делаешь. Правда, друзья? Правда, сифорочка? Посмотрите, детки, вот на эту глину. Прежде чем начать из нее что-то лепить, ее нужно смягчить. Ее нужно мять вот таким образом в руках. В наше время существуют такие мастер-классы и просто кружки, в которых можно прийти и из настоящей глины попробовать научиться слепить горшок. Некоторые рассказывали мне, что это не так просто. Гончарное дело достаточно сложное, потому что глина, она очень становится мягкой, и нужно быть очень аккуратным, иметь нежные руки, чтобы во время лепки наш горшочек не рассыпался. Мы, детки, с вами должны быть, как эта глина, мягкие и податливые, чтобы Господь мог с легкостью творить из нас то, что Он желает. Поэтому давайте с вами помолимся, чтобы нам быть глиной мягкой, податливой, глиной, из которой Господь легко слепит тот сосуд, который угоден Ему. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот урок, за слово Твое, назидательное к нам сегодня. Мы, глина, и Твои сосуды, помоги нам быть мягкими и податливыми, чтобы Ты мог слепить из нас тот сосуд, который Ты желаешь. Аминь. Для изготовления сосуда нужна глина. Она должна быть очень податливой, чтобы гончар смог придать ей нужную форму. Для этого необходимо позаботиться о том, чтобы качество глины было подходящим. Предварительно просеяв, глину помещают в чан, где пропитывают водой и мешают, добиваясь, чтобы в ней растворились комки. Затем воду сливают, а загустевшую глину разделяют на порции. Гончар берет кусок глины и начинает разминать его. Это делает глину мягкой, из нее выдавливаются пузырьки воздуха, которые могут послужить причиной растрескивания сосуда во время сушки в печи. Мы являемся глиной. Первым шагом Господа Гончара в изготовлении благопотребного сосуда является смягчение нашего сердца, ожесточившегося по причине греха. Мы смягчаемся, когда осознаем себя грешниками. Вода является Божьей любовью, которая открывается в его слове. Размышление над Словом Божьим помогает нашим сердцам смягчиться и дает желание освободиться от греха. Важно, чтобы глина находилась непосредственно в центре гончарного круга. Гончар просто не смог бы начать работать с глиной, которая располагается на краю круга. Главный гончар желает, чтобы мы позволили ему поместить нас в те условия, которые нужны для осуществления его замысла относительно нашей жизни. Подобно тому, как горшечник не может работать с глиной, которая не находится в центре круга, так и Бог не может действовать в нашей жизни, если мы не покоримся его воле полностью. Глина вращается на круге, а горшечник, смачивая руки, нежно обхватывает ее. Крепкими руками он давит на глину, заставляя ее приобретать внешнюю форму будущего сосуда. В определенный момент он вкладывает свою руку в кусок глины, формируя внутреннюю часть сосуда. Причем он продолжает работать одновременно двумя руками, одна снаружи, а другая внутри. Бог нежен и добр, но тверд по отношению к нам, когда начинает формировать наши сердца. Бог влагает своего Святого Духа в наши сердечки и действует им изнутри, наставляя, утешая, обличая, указывая на наши грехи, когда мы поступаем неверно. Молитвенная жизнь, ежедневное чтение Библии и духовное общение с верующими – это некоторые методы, которые Бог использует, чтобы сформировать нас снаружи. Иногда гончар останавливается и извлекает из глины камешек, который каким-то образом там остался. Удалив его, он залепляет отверстие мягкой глиной и продолжает работать. Когда работа над сосудом закончена, на нем незаметно никаких следов. В нашей с вами жизни, детки, могут быть времена, когда великий гончар наш Господь останавливается, чтобы убрать еще один камушек – грех. Если мы позволяем ему сделать это и приходим к нему с раскаянным сердечком, то он прощает нас и больше никогда не вспоминает этот грех. Горшечник ставит свежие сосуды в печь для обжига. Огонь высушивает их. Они затвердевают и становятся крепкими. Главный гончар позволяет нам встречаться с трудностями, испытаниями и искушениями, чтобы они нас укрепили. Проходя через испытания, мы становимся сильнее, если полагаемся на него. Дорогие друзья, Господь желает спасти каждого человека, но Он уважает нашу свободу выбора и начинает свою работу, только если мы позволяем Ему это сделать. Детки, доверьте великому гончару совершить ваше спасение. Вложите свою жизнь в его надежные руки. И тот, кто никогда не ошибается, наш великий Господь сделает вас сосудом годным на всякое доброе тело. Горшечник месит глину для сосуда. Она ведь разная в его руках бывает. Бывает твердая, что размочить так трудно. Бывает камни твердые скрывает. Бывает мягкая, податливая с виду. Сосуд он лепит нежно, не ломая. И потому горшечник с каждой глиной по-своему особо поступает. Одну он мочит долго, чтоб размякла. Другую мнет, камень я выбираю. И иногда, слепив до половины, ломает вдруг и снова разминает. Вот так и мы в руках Господних. Глина. Все разные, кто мягкий, кто не очень. Но Бог ни одного нас не покинул. Работает над нами днем и ночью. Чтоб стали мы податливы у глины, чтоб вылепить сосуд. Его наполнить дарами, чтоб был сильным и красивым, Чтоб приносил он Богу только пользу. Какая глина мы, податливая Богу? Или твердая, чтоб годы проходили? Пока Господни руки понемногу, нас в нужную себе не размесили. Тогда не нужно хныкать и бояться, Когда мы в руках Божьих, в работе. Чтобы сосудом нужным оказаться, Оставить нужно угождать нам плоти. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, Сифорка, тебе понравилось работать с глиной? Да, очень суперкая. Скажи мне, а удобно работать с глиной, когда она мягкая? Да. А когда твердая? А когда твердая? Не очень удобно. Итак, детки, глина, для того, чтобы ей удобно и красиво получались изделия, Должна быть мягкой. И мы должны быть мягкие для Господа, податливые. Наши сердечки должны быть открытые к тому, чтобы Господь лепил из нас то, что Он хочет. Правда, Сифорка? Конечно. Ты будешь теперь податливой глиной в руках Бога? Будешь слушаться Бога? Вот как сейчас я все сделала в наш дом. Да, Сифорочка сегодня убралась, помыла столы, убрала в комнате за собой и за сестричкой. И это действительно добрые плоды. Мы радуемся и за вас, детки, что Слово Божье, оно проникает в ваши сердечки и приносит много плода. А теперь у нас для вас интересная, игровая, занимательная история. Мы сейчас будем с Сифоркой ее делать, но я оставлю копию этой истории в нашей папке на Google Drive, где ваши родители смогут открыть и распечатать ее для вас. И вы сможете прочитать ее вместе с ними сами. А мы начинаем. Попрыгав на месте, сделал движение, будто пиная мяч. Итак, ребята, сказал, на следующей неделе у нас соревнования с командами других школ. Прежде чем начнем играть, нужно размяться. Ох уж эти упражнения, подумал, зачем они только нужны. Ребята вышли на стадион и один за другим принялись бежать. Тренер дал команду и... Ребята запрыгали на одной... Ноге. Тренер снова скомандовал и... Ребята запрыгали на другой... Ноге. После Уползнения Для Ног Последовали Уползнения Для Рук И даже головы. После разминки запыхавшийся Веня Подошел к Тренеру Ну а теперь мы будем играть в... Футбол Спросил? Вене Оставшись на... Коленях Нет, вы еще не готовы, Максим. Становись в... Вовота А остальные... Ребята По очереди бейте... Мечу По... Вовота Каждый по десять раз Ребята Застонали Опять эти... Упажнение Когда же начнется настоящий... Футбол Но и после этого... Упажнение Не закончились. Теперь... Ребята Должны были змейкой вести... Мечу Затем им наконец разрешили встать на свои позиции... Ребята Были довольны... Через неделю состоялись соревнования с командами из других школ... Команда... Веня Победила... Победила и заняла... Первое место После того, как они получили... Купок Победителя Тренера Собрал... Ребят Вокруг себя и сказал... Теперь вы видите, как важно разминаться и тренироваться перед каждой игрой в... Футбол Именно поэтому вы заняли сегодня... Первое место Довольны... Веня Разглядывал Купок Да, чтобы стать лучшим, нужно тренироваться Ну что, дорогие друзья, детки маленькие и родители взрослые Сегодня мы с вами изучили о глине Посмотрите, сколько интересного сегодня было в нашем уроке Мы и из глины полепили Кстати, вот эта глина продается на Амазоне Ссылочку на покупку этой глины я оставлю в описании к этому видео в YouTube Она достаточно большая, ее хватит на много и недорогая Поэтому вы можете ее приобрести в Америке здесь по этой ссылочке В России и других странах вы можете посмотреть у себя в магазинах подобную глину Посмотрите, какие у нас получились поделки Когда они высохнут, на это потребуется около двух-трех дней Мы сможем их раскрасить и, возможно, даже написать стих писания Как такую шкатулочку разукрасить и подарить маме, бабушке, папе или какой-нибудь подружке на память Я думаю, что это будет очень приятно И мы сможем послужить и другим Ну что, Сифорка, тебе понравился наш урок? Ребята, а вам понравился лепить из глины? Тогда присоединяйтесь к нам И мы увидимся с вами в новых видео Пока-пока! Пока-пока!